Это своего рода олимпийские игры. Ловкость рук и отработанные движения – залог победы. Конкурс профмастерства среди молодых рабочих – традиция, которую на прогрессе соблюдают десятилетиями. Соревнуются в четырех специальностях – токарь, фрезеровщик, слесарь и монтажник. Сначала практика, а после сдают теорию – настоящий экзамен. Задание участники получают только утром. Подготовить его заранее невозможно. Токаря узнали – вытачивать придется деталь под названием штуцер. Резьба для многих сложная, она внутренняя. Трудно увидеть, трудно успеть вынутилизиться вовремя. Но если касается конкурса, то токарь должен знать про этот станок все. Каждая из них – лучший в своем цехе. Теперь определяют победителя на уровне всего завода. Это конкурс молодежный. Каждый показывает свои амбиции, свои наработки, готовится к этому конкурсу. Это и мастерство, это и навыки, это и талант, это и собранность. Перед началом конкурса наставники напоминают – торопиться не нужно. Главное – свою работу сделать на высшем уровне. Качеству на нашем предприятии уделяется особое внимание, и оно стоит всегда на первом месте. Потому что технику, какую мы выпускаем, она очень сложная, очень дорогая, очень ответственная, которая выполняет очень такие большие задачи. На этот раз конкурс особенный тем, что проходит он в год 55-летия полета в космос первого человека. Дата, которую Самара отмечает по праву. Ведь именно в цехах прогресса собирали две ступени ракеты, что доставило Гагарина на земную орбиту. Сегодня все российские космонавты летают на Самарских союзах. А на завод, где их строят, приходит новое поколение специалистов. Без каждого здесь человека по штату невозможно дело общее сделать. Обязательно кто-то выполняет свою определенную функцию. Я считаю, что хват я тоже свой вношу какой-то. Хоть маленький, но все равно вношу. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.